Арестован бывший командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов. Позывной «Спартак». Разбираемся, что известно к этому часу. Иван Попов и его армия остановили наступление украинских войск в Запорожской области в июне 2023 года. ВСУ тогда находились на пике своего могущества. Командир не скрывал существующих проблем, прямо докладывал Генштабу об отсутствии контрбатарейной борьбы, станции артиллерийской разведки и ротации на передке. Доклад стоил ему должности. Тогда Попов записал трогательное голосовое, в котором называл своих бойцов гладиаторами. Далее генерал был сослан в Сирию, где продолжил службу. Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые, родные, одна семья. Надо было собраться с мыслями. Много событий произошло за крайние два дня. Сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Официальная версия такова, что Иван Попов стал подозреваемым по делу о хищении 100 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Якобы он продал 2000 тонн металлоконструкций. Материал был предназначен для строительства инженерных сооружений 58-й армии. Попова причисляют к последователям главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Его заступником считался генеральный секретарь Единой России Андрей Турчак. Военкор Александр Сладков, друживший с Иваном Поповым, отмечает, что никогда не замечал за ним коммерческого движения. Это не первые задержания в Министерстве обороны. Ранее были арестованы заместитель министра и начальник кадрового управления. Кадровые чистки идут в обе стороны, не щадя ни тех, кто провалил обеспечение войск, ни тех, кто прямо говорил об этом. Субтитры создавал DimaTorzok